Добрый день, это программа «Факты в лицах». С вами Виктор Зайцев. 17 сентября в Нижнетагильском драматическом театре имени Мамина Сибиряка проходила лаборатория молодой режиссуры. Об этом мы сегодня и поговорим с художественным руководителем театра драмы Игорем Булыгиным. Добрый день. Добрый день, Виктор. Ну, прежде чем начнем беседу, посмотрим репортаж. В Нижнем Тагиле открылась лаборатория молодой режиссуры «Театр поколения З». Главная идея проекта – показать, как живут молодые люди, которые родились после цифровой революции и привыкли получать информацию посредством гаджетов. Их также называют «АТИ поколениям» и «Цифровыми аборигенами». 22 сентября на тагильской сцене молодые режиссеры поставят эскизы четырех спектаклей. Мы специально сделали лабораторию перед началом сезона. Это, я бы так сказал, поднимет градус актерский, безусловно, взбудоражит фантазию. Я думаю, что в сезон мы бросимся с большим желанием и охотой. Для работы приглашены режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Эскизы постановок покажут в самых необычных местах театра, например, в тренажерном зале. За основу возьмут инстенировки Рослава Пулиновича «Гелочек» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Господа Головлёвы «Маменька» Салтыков-Щедрин, пьесы Юлии Тупикиной «Вдох-Выдох», братьев Пресняковых «Воскресенье супер» по мотивам произведения Льва Толстого. Ты же тоже с Коваленко дружила? Ха-ха. Ну ты сравнил, я-то с ней просто дружила, как с нормальной. В течение пяти дней в театре будет идти тяжелая, наплодотворная работа. Первый день молодые режиссеры знакомятся с тагильскими актерами. Мы что-то уже насмеяться успели, как эти... В общем, я не знаю, что получится в итоге, но по ощущениям это будет веселый процесс точно. И самое главное, интересное, потому что лично мне с режиссером как-то понравилось сразу же говорить. Напомним, подобная лаборатория уже была в Нижне-Тагиле в 2017 году. Тогда репертуар городского театра драмы пополнили постановки случая на станции Кочетовка и Земля Эльзы. Игорь, и так почему акцент лаборатории был сделан на поколении З, то есть на молодежи? Ну, дело в том, что так получается Нижне-Тагильский драматический театр. Я говорю о нашем конкретном театре, у каждого свои проблемы. У нас есть детские спектакли, детский репертуар, есть вечерний репертуар. И каждый рассчитан на свой спектр зрителей. И получается так, что в городе Нижне-Тагиле нет театра юного зрителя. И вот это как раз ниша, назовем ее тинейджерская, назовем просто старшие школьники и молодежь. Они не охвачены театром. Более того, они скорее охвачены социальными сетями, интернетом, какими-то своими. В основе своей интернета. Потому что настолько интернет теперь сидит в нем каждом, что его достать оттуда практически невозможно. И мы тоже пытаемся найти формы, которые были бы интересны этому поколению. Мы назвали это поколение Z, можно назвать еще другими буквами. Что им интересно? На каком языке разговаривать с ними? Проблема отцов и детей, она вечная. Я тоже считал, что меня не понимают мои родители, к примеру. Что взрослые делают совсем не то. Что то, что показывают в театрах, это не мое, к примеру. В Нижнем Тагиле проживает более 300 тысяч человек. Из них только 4% ходят постоянно в театр. 4% ходят время от времени, а 4% мечтают сходить в театр. Но никак не соберутся сады. Поэтому вот этот зритель, который, возможно, придет в театр, возможно, молодой зритель. Что им интересно? Мы придумали такую лабораторию. Мы подали на грант губернатора Свердловской области и получили. И на деньги гранта мы осуществили вот эту замечательную штуку. Ну вот про штуку. Больше недели длились занятия в лаборатории. Сколько работали актеры каждый день? Потому что я знаю, что 4 спектакля. 4 эскиза. Мы не называем это спектакль, это эскиза. По сути дела это же были в итоге, это постановка. Да, это практически спектакль. Почему мы не называем все-таки спектакль? Потому что спектакль требует художественного осмысления, детальной разработки каждого образа. За такой короткий срок не успеть. Все равно сделать спектакль. Но заявку спектакля, эскиз, сделать можно. Четыре названия. Это «Ангелочек», инсценировка Ярослава Пулиновича, рассказа Леонида Андреева. Затем, сразу скажу, режиссера Екатерина Гороховская, «Санкт-Петербург». Затем очень сложное произведение. Это «Братья Пресняковы» по Льву Николаевичу Толстову, «Воскресенье супер». Режиссер Андрей Гончаров, «Санкт-Петербург». «Вдох-выдох» Юлии Тупикиной. Вот это, наверное, единственное не классическое произведение. Режиссер Александр Кудряшов, «Город Москва». И Ярослава Пулинович, Салтыков-Щедрин, «Головлёвы», «Маменька». Здесь выступил режиссером Данил Безносов, «Город Краснодар». Мы взяли классику, но классику в интерпретации. И взяли «Вдох-выдох» пьесу, которая написана, наверное, для молодых. И написана понятным им языком. Знаете, когда был показ, и та молодёжь, которая присутствовала на этом показе эскиза, главное слово, которое проразвучало от них, было «жесть». Им стало всё понятно. Им настолько абсолютно всё понятно. И если вот это для них является жестью, то я думаю, что когда они доберутся всё-таки до Гамлета, до Ромео и Джульетты, они поймут, что это было не жесть, а так, жестяночка. Ну вот об аудитории мы ещё позже поговорим. Всё-таки сколько актёров работали, чтобы четыре постановки... На самом деле, 17-го числа в понедельник в 16.00 они начали работать. И в принципе у них было максимум пять дней на каждую постановку, на каждый эскиз. Это, с одной стороны, мало, с другой стороны, профессиональный артист знает, что такое срочный ввод. Срочный ввод – это когда тебе завтра надо уже сыграть огромную роль, потому что твой товарищ заболел, к примеру. И здесь, но здесь все находятся в состоянии срочного ввода. Здесь некогда привыкать к режиссёру, здесь некогда создавать команду. Команда создаётся сейчас или не создаётся. Так получилось, что четыре команды создалось теперь. У нас в театре есть Головлёвцы, у нас есть Супер, у нас есть Вдох-Выдох и у нас есть Ангелочки. То есть вот эти... Все поделились. Да, объединились. Объединились. Вот как раз объединились и благодаря этим показам. Почему? Потому что, приходя на другой показ, они переживали за своих товарищей. Все прекрасно понимали, успеть сделать огромное дело за такой короткий срок практически невозможно. Первые показывались, показывался Ангелочек, и все остальные три группы переживали. Потому что они прекрасно понимали, завтра они окажутся в этом состоянии. Если даже кто-то забывал текст, значит его выручали и так далее. Хотя, кстати, надо сказать, текст они забывали. Всё шло ровненько. Только ли актеры Нижнетагильского драматического театра работали или были приглашены студенты? Были студенты. Так получилось, что режиссеру Данилу Безносову в Головлёвых потребовалось ещё дополнительно. Причём нужны были именно молодые ребята. У нас они закончились уже к этому моменту, потому что режиссёры разобрали всех. И были приглашены студенты колледжа. Это третий курс, три девочки. Мне кажется, для них это прекрасная школа. И колледж искусств пошёл нам на встречу, отдал на всю лабораторию этих студенток. Я думаю, что они не потеряли, а только приобрели в учебном процессе. В ходе работы над эскизами какие-то идеи у режиссёров возникали? Да, конечно. Которые приходилось воплощать как организаторам. Моментально. Дело в том, что если, например, Екатерина Гороховская приехала уже с готовым, скажем так, видением даже сценографическим, и то потребовалось одно, другое, третье. То есть срочно потребовалась, например, печь буржуйка. Мы её тут же сделали. Наши плотники гениально сделали печь, но не отличишь просто. Из воска нужно было слепить ангелочка. Причём лепили его разными. Он должен был растаять на глазах изумлённого зрителя. Поэтому приходилось его делать несколько раз в день, этого ангелочка. Затем нужен был срочно полиэтилен. Или, к примеру, Александр Кудряшов для своего вдоха-выдоха присмотрел наш тренажёрный зал. Прошло срочно очистить тренажёрный зал и, наоборот, заклеить и превратить его в подъезд. Для этого были сделаны специальные щиты, потом потребовался кетчуп. А Данилу Безносову потребовалась пятилитровая банка красной икры, которую ест Порфирий Головлёв, съедая за одну свою семью и поедая эту красную икру. Мы нашли имитацию красной икры. Нам обошлось достаточно дёшево, но похоже очень. Или уже практически в заключительный день Данил сказал, что ему нужна земля, и этой землей должны были накрыть актрису, и землю пришлось делать. То есть, ну, вот такие были требования режиссёров. Или, наоборот, режиссёры отталкивались от того, что есть. Андрей Гончаров, ему нужно было для эскиза стол, длинный стол. Мы ему предоставили стол, стол оказался на колёсиках. И режиссёр очень ловко обыграл этот движущийся стол. Он трансформировался, он превращался то в стол переговоров, то в шахматный стол, то в эстраду и так далее, и так далее. То есть, режиссёрская мысль уже пошла от того, что есть. Знаю, что была собрана молодёжная фокус-группа, да? Да. Кто в неё вошёл? То есть, как её подбирали? Её подбирали, мы взяли несколько учебных заведений города Нижний Тагил. Договорились с их руководством, что они отпустят своих ребят. А ребята с удовольствием прибежали и посмотрели. И вот это, назовём это фокус-группа, назовём это заинтересованный зритель. Они своими впечатлениями поделились с нами. И то, что они нам проговорили, мы сейчас будем изучать, думать. Это всё серьёзно на самом деле. Почему? Потому что не всё им глянулось, например. А какие вообще такие главные посылы были, которые... Главные посылы, видите, дело в том, что... Мы же не зря называем поколение «поколение Z». Они прекрасно ориентируются в компьютерной среде. Они прекрасно ориентируются, наверное, даже в широкий кругозор. Но глубины знаний не существует. И у них всё на уровне нравится и не нравится. Может быть, к сожалению, а может быть, в этом возрасте у меня так же было. Ведь юношеский максимализм говорит, что чёрное – это белое. Серединки не бывает. Поэтому им, да, было интересно, безусловно, смотреть форму. Но они не всё поняли, например, в «Воскресенье супер». Надо знать братьев Пресняковых, которые, честно говоря, Льва Николаевича Толстого очень любят и уважают. Но сделали из этого произведения комедию абсурда. И не всё, наверное, там понятно. Если ты не читал первоисточник, не читал пьесу, наверное, да, не всё понятно. А, к сожалению, это, наверное, беда, по крайней мере, не всё читает. А на мнение вот этой фокус-группы вы будете ориентироваться? Да, конечно. Да. Это не значит, что это является единственным решающим фактором. Нет, безусловно. Но даже выбор режиссёра в дальнейшем зависит. Потому что вот этот им понравилось. Я, наверное, опережу ваш вопрос. Четыре режиссёра, которые к нам приехали, теперь мы с ними ведём переговоры. И в дальнейшем они наверняка приедут в Нижний Тагил и ещё порадуют зрителей своими уже действительно постановками, своими спектаклями. То есть на сегодня какие пьесы вы будете ставить? Нет. Неизвестно. Только-только закончилась лаборатория, режиссёры сделают свои предложения, мы им делаем свои предложения. Затем ни для кого не секрет, что это финансовые затраты, значит, нужно сделать сметы, надо просмотреть весь бюджет на 2019 год, 2020 год даже. И уже от этого отталкиваться. У тебя фавориты есть? То есть то, что ты непременно хотел бы видеть на сцене Тагильского драматического... Ну, безусловно, господа Головлёвы, маменька, это очень серьёзная заявка была Данила Безносова и всей постановочной группы. Да, скорее всего это появится, но не обещают, что это появится в 2019 году, потому что Данил Безносов – это режиссёр, который, честно говоря, расписан и расписан надолго. Что касается остальных режиссёров, мы сейчас с ними проговариваем, и вот тут очень такой сложный вопрос. Дело в том, что мне понравились все режиссёры. Это тот редкий случай, когда каждый из них по-своему хорош, по-своему интересен. Они абсолютно разные. Вообще лаборатория ещё была таким знаком... Нет, бывает такое, в лаборатории ты приходишь и такое ощущение, что под копирку режиссёры работают в одном стиле, в одном направлении. Разные стили, разные направления, разный подход в работе с актёрами, разный подход в работе с материалом. И это, конечно, потрясло. И очень хочется. Надо сейчас, чтобы немножко прошла эйфория. Вот лаборатория, вот она ещё, вот закончилась, то есть, оглянешься, она вчера. И, глядя в будущее, надо всё-таки вначале всё разложить. Поэтому я, конечно, сейчас не назову все спектакли, которые предстоит поставить режиссёром, но в ближайшее время это, да, будет. 28 сентября стартует новый сезон в Нижне-Тагильском драматическом театре. Какими ещё премьерами вы собираетесь порадовать зрителя? Что будет? Да, 28 сентября, открытие сезона, традиционно в конце сентября. Я отвечу ведь сразу на вопрос, почему же конец сентября, почему не начать раньше? Какая замечательная погода в сентябре простояла, какое прекрасное бабье лет. И весь наш потенциальный зритель уехал на дачи, на шашлыки. Театр с шашлыком спорить не может. Шашлык побеждает театр однозначно. Поэтому конец сентября, когда весь урожай практически убран, осталось капусту ещё порубить и всё. Мы открываемся премьерой прошлого сезона «Трамвай желания» Теннесси Уильямса в постановке заслуженного артиста Владимира Скворцова, который, кстати, за это время, пока закончился сезон, начался новый, стал художественным руководителем Московского театра «Человек». Он приезжал к нам сейчас на репетиции, мы восстановили спектакль. Затем, опять же, премьера прошлого сезона «12 стульев», «Сказка о царе Салтане», «Тартюв» 30 числа. Вот такой блок. И если вы внимательно посмотрите на афишу «Октября», то там есть что посмотреть. Практически мы постарались почти все спектакли репертуара показать. У нас большой багаж, мы даже не успеваем всё показать. Сейчас мы уже приступили к репетициям нового спектакля. Это новогодняя компания впереди, это «Незнайка-путешественник» Николай Носов. Замечательное произведение, очень смешное. Съёмочная группа «Тагил ТВ» была и получили истинное удовольствие от нашей репетиции. У меня такое ощущение, что им не хотелось уходить, хотя репортаж уже закончился. Там занята очень сильная группа артистов, и материал нам нравится, и я думаю, что всё будет хорошо. И тут редкий случай, когда, трудно сказать, на какого зрителя это рассчитано. Это рассчитано очень маленьким будет интересна картинка, которая всё время меняется. Более старшим ребятам, наверное, будет весело и забавно посмотреть на все приключения «Незнайки» и его друзей-коротышек. А взрослые получат удовольствие от того, что окунутся в детство. Потому что Николай Носов, его «Незнайка» — это ментально сидит в каждом из нас. Параллельно мы приступаем к постановке, буквально на днях, к «Хануме». Такое произведение. Мы очень хотим, чтобы появился музыкальный спектакль. А он музыкальный. 29 только музыкальных номеров спектакля. Затем грузинский колорит, прекрасный грузинский юмор, замечательный юмор, адаптированный на российского, русского зрителя. Поэтому я думаю, что это будет очень интересно. И уже в феврале, в начале февраля, в первых прям числах, состоится премьера. Спасибо большое, Игорь, за то, что пришел, ответил на все вопросы. Напоминаю, что сегодня гостем программы «Факты в лицах» был художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»